Доброе утро, дорогие друзья. Итак, перед нами снова пробежала неделя Лех-Леха, и у нас сегодня пятница, шаббат на носу. Хочется поговорить несколько слов о взаимоотношениях человека и Бога. Вот мы все время говорим, что это Бог, человек, Бог, человек. А на чем строятся эти отношения? Человек это маленькая-маленькая песчиночка, а Бог он все. Все. Любой человек хочет, чтобы все шло по расписанию. Обязательно хорошо. Чтобы жизнь была как парк развлечений такой. Надо подумать о взаимоотношениях с Богом. Мы вот эта песчиночка, а все время хотим, чтобы все было хорошо. Казалось бы, сам факт того, что мы с вами достигли мысли, что на земле есть Бог, в общем, в мире есть Бог, это уже классно. Это уже значит, что мы в чем-то продвинулись. Но наши отношения к Богу немножко не такие. Мы идем к нему с огромным списком ожиданий. Материальное благополучие, здоровье, карьера, партнер семьи, дети. Все, 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 все. Мы идем только куда? К нему. Причем на все вопросы мы хотим получить положительный ответ. Если какой-то пазл не вошел туда, как мы желаем, мы начинаем возмущаться, негодовать и жалуемся. Как он мог так поступить со мной? За что? За что? Это вообще знаменитый вопрос человека. Почти профессиональный. Мы допустили ошибку, когда решили составить список того, что нам полагается по праву. Нам ничего толком не полагается. Нам полагается в этом мире жить, работать, искать творца. Часто мы считаем, что существует какая-то сделка. Если я сделаю хорошо вот тут, то Всевышний вознаградит меня. А если там что-то не так, то не так. Но Бог это не аппарат с сосисками. Здесь нет такой формулы кинул, получил. Это детский подход. И он приводит к большой горечи взаимоотношения с Богом вместо благодарности. Говорят, что в наши дни нет такого ощущения небесного творца. Мы потеряли это ощущение. Вместо этого мы думаем, что он дедушка такой, который сидит там на облаке, готов удовлетворить любое наше желание. Если мы хорошо попросим, он нам сбросит конфетку. Если нет, сдаст дубинкой по голове. Но это абсолютно не такое. Всунуть четверта в Бога и получить напиток, это невозможно. Этот человек вообще так живет, но это неправильно. Мы не тем счастливы, не там думаем, не туда идем. 2000 лет назад еврейский мудрец Бен Зома научил, что каждый может почувствовать себя богатым и удовлетворенным. Каким образом? Очень просто. Ценить то, что у него уже есть. Если кто богат, тот-то доволен тем, что у него есть. Трактат Перкеевод. Этот факт подтвердили все современные еще и ученые. Исследователи, например, Калифорнийского университета обнаружили, что люди, которые регулярно берут бумажечку и ведут список того, за что они благодарны Богу. Вот сел в конце, не написал. За то, за то, за то. Они более оптимистичны и чувствуют себя лучше физически. Эта группа людей реже обращается к врачу. Вот вам простое подтверждение. Люди, которые составляют такое письмо благодарности, написано, у него повышается уровень хорошего самочувствия. Слушайте, это 141 человек исследован калифорнийским, уже никаких религиозных нет. Привычка оценить благополучие, которое есть в вашей жизни, любое, пусть самое маленькое, изменяет образ вашего мышления. Начните с того, что вот утром вы встали. Поблагодарите Бога за то, что вы живы, что вы проснулись. Это есть, кстати, молитва. Да, просните, потому что многие не проснулись. И вот этот строй надо на весь день сохранить. Если вам уступили место где-то, или там свободное место на парковке вы нашли, поблагодарите его. Обратитесь к окружающим. Скажите, что вы им тоже благодарны. Скажите, за что именно. Как только вы начнете вот этот мозговой штурм всех вещей, которые вы испытываете, благодарность, то это уже, смотрите, у вас есть дом, у вас есть обед, у вас есть там песня по радио любимая. Вот такое мышление не просто делает человека в другом мире, оно меняет просто настрой человека ко всему, и к Богу, и к человеку. Есть такой момент еще. Очень часто мы просим у Творца, не задавая себе вопроса, вот то, что я прошу, нужно ли мне для моего духовного роста. Иногда оказывается, да, иногда нет. Какой самый лучший ответ в случае, если нет? Ну, конечно, отрицательный. Если мы научились понимать, что отрицательный ответ означает, что надо идти в другом направлении, и не просить того, что не требуется для нашего реального духовного роста, мы бы избежали огромного количества бед. Огромного количества бед. Не ладится, не та дорога, не переживать на это дело. И последнее, что хочу сказать. Вся наша жизнь, сказали наши мудрецы, это сначала поиск Творца, а потом близости с ним. И вот если в первом кусочке, поиск Творца, он завершается очень быстро, у кого-то медленно, но завершается. Нашел Творца, понял, что он есть, закрепил это в голове, то второй поиск близости с ним, это на всю жизнь. Это на всю жизнь, потому что это процесс бесконечный. Кто-то так, кто-то так, и всю жизнь мы должны двигаться в этом направлении. Это очень правильно. Подводить итог всему хорошему, что с нами происходит в этой жизни, проходить мимо плохого, и помнить, что надо приближаться к Творцу. Хорошего Шаббата, брахава, отслаха, всего самого-самого лучшего.